Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Федеральном научном центре овощеводства. Мы хотим вас познакомить с уникальным человеком, академиком Российской Академии наук, профессором, ведущим ученым в области экологии и селекции овощеводства с Виктором Федоровичем Пивоваровым. Здравствуйте, Виктор Федорович! Здравствуйте! Сегодня встретились мы с вами не случайно. 50 лет, ровно 50 лет вы отдали науке и продолжаете отдавать. Виктор Федорович, задумывались ли вы тогда, когда были совсем юным, молодым человеком, что свяжете свою жизнь, свою судьбу с наукой и пройдете такой длинный путь? Наверное, в полной мере я тогда еще не сознавал этого, но тем не менее я готовился после окончания Пензенского сельскохозяйственного института учиться дальше, вступить в аспирантуру. Был несколько предложений, и прежде всего мне, конечно, понравилось, когда мне прислали письмо из МГУ имени Ломоносова, что меня допускают к вступительным экзаменам. И я стал готовиться, и при том не по овощеводству, а по физике почв. И был профессор Кочинский, заведующий кафедрой, и он, прежде чем меня допустить к экзаменам, дал задание. Я с ним встретился, он говорит, нужно готовиться с аспирантуру, нужно сдать кандидатские экзамены, кандидатские минимумы, назывались они сейчас тоже. И просто все было, да. Затем нужно написать одну хотя бы или две статьи по тому направлению, по которому есть желание учиться дальше в аспирантуре. Ну, я целый год готовился, написал две статьи совместно там с другими учеными уже, с кандидатами наук, и сдал кандидатские минимумы, и приехал в сентябре, в начале сентября в МГУ. Все, мне пришлось сдавать только один экзамен по специальности по физике почв, а я целый год работал на кафедре почвоведения в Чувашском, в сельскохозяйственном институте, и туда уехал и поступил на работу, там место было для меня, меня пригласили туда, для того, чтобы подготовиться к поступлению в аспирантуру. Приехал, сдал документы, что сданы кандидатские минимумы, все другие документы, сдал вступительный экзамен, и все, меня зачисляет аспирантуру, пока без приказа, на словах, с 1 декабря 1968 года в аспирантуру МГУ. Я был счастлив до, ну просто, не знаю, до безумия. В Москве никого не знал, переночевать было негде, денег на гостиницу было недостаточно, и мне встретился один мой друг, с кем мы учились, и были студентами в Пензе, в Ахунах, в сельскохозяйственном институте. Да, он уже здесь поступил в аспирантуру на Грибовскую овощную селекционную опытную станцию, и говорит мне, поедем к нам. Мне, как аспиранту, дали комнату, он был уже женат, у нас переночуем, а затем будет видно. Я говорю, все, затем я уезжаю назад в Пензу, буду ждать до декабря. Я уже вернусь в АГУ аспирантом. Да, вернусь аспирантом. И вот случилось какое-то чудо. Приехал я сюда, природа здесь, Подмосковье, природа чудная. Была погода, вот, наверное, как сейчас. Солнце светит, зелень кругом. Мы до этого занимались спортом. Он говорит, все, пошли, поиграли в футбол в лесу на Грибово. Здесь походили. Мне так все понравилось здесь. И он мне говорит, у нас послезавтра тоже прием в аспирантуру. Правда, место все одно. Ну и претендент пока все один. Может, к нам пойдешь? Я себе думаю, зачем я пойду? Из ЖМГУ. Да, из ЖМГУ. А здесь какая-то Грибовская селекционно-опытная станция. Для меня это было неизвестное учреждение тогда. Но потом еще встретились в Пензике. Был уже один кандидат наук, Тимин Николай Иванович. Он профессор, до сих пор работает он. И он мне тоже начал уговаривать. Видите, что земля богата талантами, да? Совершенно верно. Ну, в общем, они меня полтора дня уговаривали. Я говорю, ну ладно, ради спортивного интереса я схожу. Но я же не знаю селекцию и семеноводство овощных культур. А специальности нужно было сдавать именно по этому предмету. Они говорят, да нет вопросов, мы все расскажем. И вот они мне вдвоем, наверное, трижды... Это же за сколько? Да, трижды, полтора дня. Часу подготовили. За полтора дня подготовили. Полтора дня готовили меня к этому экзамену. А поступал второй претендент был Анатолий Мохов. После университета дружнородов имени Патрис Лумума-то она называлась. Сейчас просто УДН. И он мне говорит, ну что, деревня, пойдешь сдавать первым. Так как ты мало что знаешь. А я уже потом, я все знаю. Он действительно готовился сюда поступать. Я говорю, ну, Толя, ну мне же ты мне расскажешь все про эту специальность, о чем могут спрашивать. Он мне тоже все пересказал. Виктор Федорович, неужели полтора дня хватило для того, чтобы подготовиться к такому серьезному и сложному экзамену? Как все проходило? Как встретила вас комиссия? Ну, в общем, действительно, захожу я. Сидит директор, во главе комиссии директора Грибовской овощной селекционной опытной станции Иван Иванович Ершов. А также был заведующий лабораторией последних культур, академик Алпатьев, доктор профессор Юрина Ольга Васильевна, который потом стал моим руководителем по кандидатской диссертации. Ну, что ж, дали мне билет, и я начал отвечать. И отвечаю все словами, которые я услышал от этих трех специалистов накануне. На первые два вопроса ответил, и затем свершилось какое-то чудо. Академик Алпатьев Александр Васильевич говорит мне, вот нам тут сказали, что вы поступали в МГУ, в аспирантуру по почевидению. Я говорю, да. Так вот тогда вместо третьего вопроса я вам свой вопрос задам. Как нам поступить? У нас здесь почва тяжелосуглинистая. Как нам здесь выращивать томаты с меньшими затратами, с меньшими физическими усилиями, агротехническими обработками, чтобы получать в открытом брунте полноценные томаты? Ну, я начал рассказывать, что да, вы знаете, эта тема очень интересная, под Басторией действительно можно выращивать томаты. И нас рассказывают, что у нас вот только что закончился конгресс по физике почв, по почвоведению в Австралии. И что от нашей стороны там был представитель, единственный, профессор Качинский, к которому я и поступил в аспирантуру. И все словами этого профессора стал пересказывать, как на конгрессе, как что было, и как нам в России, нам надо улучшать физическое состояние почв, чтобы получать больше урожая. Дальше Александр Васильевич говорит, все, больше вопросов не надо. Мы этого молодого человека берем к нам в аспирантуру. Ну вот я выхожу, заходит следующий претендент. Я уже сказал, то ли мог, он говорит, ну как? Деревня, справился или завалился? Я говорю, знаю, даже не знаю. Вместо третьего вопроса, что был билет, задали другой. Сказали, вроде бы все хорошо. Пошел он сдавать. Но в итоге я получил отлично, а он 4 балла. И так вот я оказался здесь. Но учитывая, что вот он оказался таким порядочным человеком, мы потом стали друзьями с ним, тот же Иван Иванович Щершов, представитель комиссии, запросил вторую единичку. Тогда мы относились к министерству сельского хозяйства в аспирантуру. И его тоже приняли. В общем, зачислили двух молодых аспирантов. Да, и так я стал аспирантом вот этой известной на весь мир селекционной опытной станции. Действительно известной на весь мир своими семенами, своими сортами, своими гибридами и своими учеными. Но в душе думал, я до декабря поучусь, узнаю, как там это все в аспирантуре, как это что, потому что тогда очень мало было мест для подготовки в аспирантурии. И это не во всех вузах было, не во всех новочленческих институтах тем более. Виктор Петрович, что же вас так притянуло, что даже известнейший университет имени Ломоносова не смог перетянуть такого аспиранта на свою сторону? Но и вы остались здесь, и продолжаете здесь трудиться уже 50 лет, 50 лет науки. Знаете, был один такой случай. После того, как мне назначили руководителя, я начал изучать селекцию семеноводства, овощных культур, а тема мне дали по иммунитету огурца, значит, устойчивость к болезни. Тема была очень интересная. И вот однажды мне эти же все люди, которые меня готовили в аспирантуру целых полтора дня, и тот же Анатолий Моху, мне говорят, не надо ехать тебе в МГУ. Ты откуда приехал? Из Пензы. Родители как? И вот мама одна осталась, а отец только что умер перед поступлением моего аспирантуру. и говорит, мама пенсионерки, надо помогать, помогать. Там ты сам не проживешь на стипендии, тогда 100 рублей было. Хотя это большая стипендия по тем временам. Средний зарплат в СССР была в то время 100 рублей. Не проживешь. А здесь у нас нам дают землю, под картошку. Здесь овощей много, огурцы, помидоры, капуста. Еда дают, да, в обжирительную комнату. То есть еда, жилье уже есть. И здесь видишь, какая природа хорошая. И я сомневался. Говорят, более того, даже маме будешь помогать. И это было окончательным доводом. И так я остался здесь. А приехал переночевать все на одну ночь. Как изменилась ваша жизнь за эту ночь, Виктор Федорович. Но вот все-таки, по прошествии 50 лет, не жалеете ли вы о том, что не вернулись в МГУ, а остались на родной станции? Я, знаете, совершенно не жалею. Вот уже на первом году аспирантура, мне здесь очень понравилось. Здесь особенный коллектив. Он был, он и сейчас такой же. Коллектив настолько сплоченный, спайный. И очень дружелюбный. Меня здесь приняли как родного. Ученые были в основном уже в возрасте. Молодежи мало шло тогда. Сельскохозяйственная наука, особенно, наверное, по овощеводству. Потому что овощи выращивали во многом все за счет ручного труда. И сейчас еще недостаточно механизации овощеводства. Поэтому меня приняли просто как родного. За нашими спинами находятся разные сорта, которые выращены и созданы именно здесь, в этом научном центре. К чему приложили руку именно вы, Виктор Федорович? Знаете, это действительно золотой фонд отечественной селекции. Вот сорта, которые представлены здесь, им некоторым по 40, по 50, а некоторым и уже по 60, а то даже, может быть, по 70 лет. И они еще находятся в производстве и не теряют своей популярности. То есть также любимым потребителем. Ведь самое главное – накормить. Задача-то какая? Накормить страну, накормить людей. Ну вот, например, если корнеплод – это морковь наанская. До сих пор этот сорт находится в производстве. Вот сельдерей, корневой, грибовский – тоже. Это первые сорта корневого сельдерея, созданные в СССР. И вот до сих пор находятся в производстве. Затем более поздние сорта. Но вот, например, вот лук, если взять. Лук репчатый, мяечковский 301. Да. Это уже вот в те годы, в те 50 лет. Это уже когда находились вы здесь, да? Да, да. Вот так же. Вот Даниловский 301. Томат, дубок и так далее. Кстати, то, что если вот вы сейчас сказали томаты, все-таки благодаря тем знаниям, которые вы получили в Чувашии, удалось приспособить нашу не совсем плодородную почву к выращиванию этих самых томатов. Да, частично это мне повезло, конечно. Но более того, это мне повезло в дальнейшем. В дальнейшем, когда мы организовали экспериментальный участок «Дружба» на Кубе, в Гаване, на базе Института тропических исследований Республики Куба. И у нас был совместный договор о создании этого участка по селекции из семенозного овощных культур. Где же он находился? Или он находился и там, и тут? Нет, он находился в Гаване. И мы получали три поколения в год. Вот. Одно поколение вот там в Гаване, второе поколение здесь в Нейсоке в летний период. Вот. И одно поколение… Это именно получали семена, да? Да, семена. То есть, чтобы создать сорт, нужно 12-15 поколений минимум прогнать. Отбирая ежегодно скрещивание, проводя ежегодные в начале, потом насыщающие, скрещивание, дополнительные скрещивание. И так создали сорта и потом уже гетероидные гибриды для четырех регионов. Это для… вот Куба – это тропики у нас были, влажные при том тропики. Дальше Узбекистан, Термес – это субтропики сухие. Ленкарань – Азербайджан, субтропики влажные. И Москва – средние полоса от России. И получая по три поколения в год в этих различных зонах, проводили отборы от скрещиваний, которые проводили в основном на Кубе. И за три-пять лет стали создавать сорта. Мы сократили селекционный процесс, ускорили селекционный процесс. Это был прорыв? Место 12-15 лет мы стали делать за три-пять лет, может быть, за семь лет сорта. Это был прорыв. И почему этот прорыв сложился, мы сами только потом подняли. Ведь можно три поколения получать в теплице. Круглодичь, зимняя теплица, получает три поколения. Но там количество растений, участвующих в каждом поколении, минимальное, их немного. И возможности для отбора минимальные тоже. А когда мы получаем три поколения в открытом грунте, в различных регионах, на больших площадях выращиваем, у нас тысячи и десятки тысяч растений, из них делая отбора, мы сразу получили более константной формы, и затем они стали сортами. Если интересно, я могу сказать, что мы создали 12 сортов таким образом. Всего три человека работают, а не целый институт. Да. И вот гоняя таким образом семена, создали сорта для кубы, например. Это вообще удивительный был прорыв в биологии. Вот можете себе представить, что летом на кубе овощи до нас не выращивали. Они там не могли просто расти. Из-за высокой температуры влажности все овощные культуры погибают. Просто погибают за счет болезней, в основном болезни. Там были основные некоторые болезни, мы их изучили. И за счет абортивности цветков и завязей. Просто подавить все. И плодов получить было невозможно. А так как народ-то надо кормить овощами круглый год. И лично Фидель Кастро поставил перед нами задачу. Он знает, что советики, то есть советские специалисты могут сделать все. Невозможное. Приехал он к нам в институт, мы там познакомились, директор института. Тропический следователь стал уже моим аспирантом. И вот Фидель Кастро нам поставил личную задачу. Вот общались с ним, он к России относился хорошо. Потом мы с ним познакомились, встречались уже несколько раз потом. Он меня знал по имени хорошо. И в общем мы этот вопрос для них решили. Сначала на культуре огурца, по которой я здесь защищал кандидатскую диссертацию. Вот, во ВНИИСОКе. То есть уже во ВНИИСОКе. Я поступил на ГРИБУ, скажешь, на институтационную станцию. А через два года стал в НИИСОК. Это тогда был Всесоюзный Овощеводский институт Селектиносто Овощной культур. И я в 1972 году завещал диссертацию уже. Сегодня это Федеральный научный центр овощеводства. И вы являетесь его научным руководителем. Да. Вам нравятся те изменения, которые происходят с научным центром вот именно за последние годы? Да, конечно, действительно так. И надо сказать, что с каждым преобразованием был новый толчок в развитии селекции семеноводства овощной культуры России и в целом овощеводства. Вот в 1992 году мы перешли в Российскую Академию сельскохозяйственных наук. И наш институт стал называться Всероссийским научно-исследовательским институтом овощной культуры. То есть из Всесоюзного переименовали во Всероссийский. И вот в 1992 году меня назначают директором этого института. И в 2017 году у нас на базе этого института, на базе ВНИСОК, создается Федеральный научный центр овощеводства. Это ровно через 25 лет. И директором у нас сейчас стал новый, молодой, перспективный ученый, кстати, мой ученик Алексей Васильевич Солдатенко. Вот интересно, он все-таки уже с юности вот эти задатки проявлялись? Да, он пришел. Управленческие. Да, в аспирантуру поступил и очень проявил себя здесь неплохо. И надо сказать, что он действительно талантливый организатор. Вот он работает второй год директором Федерального центра овощеводства. И сделано уже очень много. И это еще один толчок в развитии овощеводства в России. Потому что все государственные структуры, которые были, объединены в одну структуру. На базе и под эгидой ВНИСОК. И все-таки мы, как и прежде, являемся флагманами. Совершенно верно. Овощеводство наверняка не только в нашей стране. Это позволяет, во-первых, координацию вести очень хорошо. Потому что все в одних руках находятся. А у нас сеть очень большая. Это сейчас филиалы у нас от Дальнего Востока, Урала, Центра России и Юга России. Восемь филиалов. И я уже сказал, что координацию сейчас сквозная тематика везде пошла. Исключено дублирование каких-то научных направлений. И все силы сконцентрированы на том, чтобы создавать новые сорта и гибриды. Более того, поставлена задача сейчас перейти полностью на селекцию гетеройсных гибридов Ф1. По всем основным культурам. Это серьезная задача. И у нас над ней мы работаем уже где-то четверть века. Но сейчас надо от сортов традиционной селекции перейти уже на новый уровень. Это сделается для того, что гетеройсные гибриды дают выше продуктивность. Они более устойчивы к болезням, вредителям. И самое главное, к неблагодарным факторам среды. Примерно в целом продуктивность повышается на 25-40%. Это направление развивается сейчас во всем мире. В том числе и мы находимся на передовых позициях. Виктор Федорович, а вот непосредственно Вы, сколько Вам удалось создать сортов за эти 50 лет? Ну, учитывая, что я поступил по специальности селекции новоцтва и всю жизнь занимался селекцией овощных культур, всего создано лично, в соавторстве со многими другими учеными, 126 новых сортов и гибридов. Из них сейчас больше сотни находятся в производстве. А вот все-таки Вы и Ваша семья употребляете в пищу овощи в своей селекции? Стараетесь? Вы знаете, да, это действительно вопрос очень интересный. Но мы здесь все, и я своей семьей, мы не только потребляем вот те овощи из тех сортов и гибридов, выращенные у нас в институте, но и сами на своих дачных участках тоже имеем теплички и открытый грунт и выращиваем сами. То есть первоначально, в общем, вкус Вы тоже определяете на себе и своей семье? Да. То есть практически у Вас, Ваша дача – это мини-научный центр семеноводства? Вот Вы здесь такой вопрос интересный задали. Действительно, мы всю жизнь, начиная вот с вне и сока, работаем над качеством овощей. Это качество, не рыночное качество, это не только внешний вид, там, красота или способность томата, плода или любого другого лежать на столе и не пориться в течение месяца. Самое главное – это повышенное содержание биологически активных веществ и антиоксидантов. Они, самое главное, должны быть какими? Полезными. Полезными они. У нас имеет запах, свой брат, томат пахнет томатом, огурец огурцом. Имеет вкус, да, вкус. Более того, как правило, они устойчивы к болезням и минимальное количество обработок, то есть химии практически нет. И вот эти направления в селекции, они у нас сейчас продолжаются и в работе Федерального научного центра. Виктор Федорович, 50 лет в науке, чего вам хочется достичь еще и, может быть, открыть, сделать? Наверняка вы не стоите на месте все время в поисках, все время в движении, все время мысли опережают. Это действительно так, да, действительно так. Сейчас стоит задача делать продукты, в том числе из овощей, продукты, которые будут продлять жизнь каждому человеку. То есть овощи, пища, лекарства в одном флаконе. И уже есть наработки на эту тему. И это действительно возможно. Ну, здесь можно сказать, что вот часть этих наработок, это создание овощей с повышенным содержанием биологически активных веществ, уже, как говорится, оценена Российской Академией наук. И в 2003 году уже мы получили государственную премию в области науки и техники по овощным культурам за создание вот таких новых сортов. И это направление продолжает развиваться. И это направление продолжает развиваться. Сейчас стоит задача уже создавать персонифицированные продукты питания. То есть персонально каждому человеку, каждой группе людей, в зависимости, может быть, от возраста и детского питания, взрослые, допустим, и для совсем взрослых людей, нужны свои подходы, нужны свои овощи и свои культуры. Поэтому это направление будет развиваться еще очень долго и долго. А само направление создания новых сортов, особенно гетеройственной гибели, я так думаю, что это будет всегда, будет вечным. Почему? Потому что мир меняется, обстановка меняется, экология меняется. У нас появляется, ну, к примеру, новая болезнь. Каждые 3-4 года появляется новая болезнь или новый расовый состав уже известных болезней, и они начинают поражаться. Значит, нужно снова ввести селек, создавать сорта и гибриды, устойчивые к этим заболеваниям. То есть этот процесс, я думаю, что… Бесконечный. Может, так сказать, бесконечный. Спасибо вам, Виктор Федорович, за интересную беседу. Мы вас поздравляем с юбилеем, с золотым юбилеем в науке и с тем, что вы родились под счастливой звездой. И вот тот счастливый случай привел вас именно на Грибовскую станцию. А мы все получили блестящего ученого, человека, который так много сделал для развития современной селекции семеноводства и вещеводства. Спасибо вам огромное, здоровья вам и ждем, конечно, нового прорыва, Виктор Федорович, в юбилейном году. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания.